Зубная паста. Уверен, что вы знаете, ей можно чистить зубы. А вы знали, что ее можно использовать, чтобы отполировать часы и убрать царапины с циферблата и телефона, полировать бриллианты и вылечить укусы, остудить ожог, остановить плющ, спасти поцарапанный диск, отбелить белые кроссовки, избавиться от плохих запахов, помыть холодильник, почистить клавиатуру, избавиться от запотевших масок, сделать фары прозрачными, починить дырки от гвоздей. Серьезно, что тут в составе и почему доктора не выписывают ее от рака? Сегодня в видео, ребята, секреты ухода, которые на самом деле полная чушь. Вот в чем прикол. Я сам лично протестировал большинство из этих свойств зубной пасты и скажу, что не заметил большой разницы. Ну серьезно, чистить зубной пастой кроссовки, ну да, пятна она убирает. Но то же самое можно было бы добиться, если просто намочить их водой и терять щеткой. Ну и это имеет смысл, потому что вода это основной элемент, из которого состоит зубная паста. Но если мне надо реально что-то помыть, почему бы мне не использовать мыло? Зачем мне использовать зубную пасту, чтобы помыть холодильник? Моя претензия ко всем этим секретам зубной пасты состоит в том, что они обещают стрик короба. Если мои дети обожглись, то я скорее всего лучше буду использовать специальное средство от ожогов. Следующий миф, который я хочу разоблачить, и все эти дорогие средства по уходу за кожей, это чушь. Конечно, есть некоторые продукты, которые слишком дорого стоят. Но как бы стоит понять наконец, что большинство дешевых продуктов косметики имеют в составе большее количество воды. Всякие там пенки для умывания, тоники, кремы от старения. Будут иметь более дорогие ингредиенты. Так что, когда вы выбираете косметику, стоит обратить внимание на состав. Следующий миф по уходу за собой, который можно выбросить, звучит так. Скрабирование лица несколько раз в день избавит от прыщей. Нет, я не хочу сказать, что не стоит мыть лицо. Но поймите, что появление прыщей зависит не только от того, что у вас грязное лицо. На это влияет много других процессов. Давайте поговорим о том, как правильно мыть лицо. Что лучше, тряпка или губка? Ответ – ничего. Ну, потому что в этих губках очень сильно разбиваются бактерии. А еще одна причина – это то, что тереть лицо вредно. Потому что появляются микроцарапины, которые могут воспалиться. Чтобы мыть лицо, используйте руки и хорошую умывалку. И не надо использовать мыло. Оно слишком жесткое, его лучше оставить для задницы. Так, а что со скрабами? Также лучше используйте руки. Кто-то может и мыть лицо каждый день. Лично я это делаю через день. Так из-за чего же появляются прыщи? Три причины. Наследственность от родителей. Далее – это гормоны. Какой у вас возраст, что-то происходит с вашим телом. И третье – это диета. Сначала необходимо понять, что именно у вас. Чаще всего встречаются белые прыщи и черные. Вот такие – это нормально, когда у вас переходный возраст и даже когда вы уже взрослый. Далее можно встретить такие вот красные прыщики. Они также нормальны для переходного возраста. Или же, если вы что-то не то идите, и организм дает реакцию. Следующий секрет, который на самом деле полная фигня – это присыпать детской пудрой волосы, когда они грязные. Идея в том, что если у вас грязные волосы, то присыпать их слегка пудрой сделает их чистыми. Мой вопрос к парням, которые так делают – почему бы вам просто не потратить минутку и не помыть свою голову? Если посмотреть на этот совет со стороны, то скорее всего он берет свое начало от сухого шампуня. Понимаете, сухой шампунь придуман для женщин с длинными волосами. Если вы встретились с девушкой с длинными волосами, то скорее всего вы в курсе, что это занимает целую вечность, чтобы помыть и просушить длинные волосы. Наверное, поэтому многие женщины моют голову один или два раза в неделю. Так что сухой шампунь применяется, чтобы помыть длинные грязные волосы. Но для парней с короткими волосами такой вот совет – это полная фигня. Следующий секрет, который полная чушь – это использовать много пина для бритья и оставлять его на 5-10 минут, якобы улучшит ваше бритье. Ну, во-первых, немного крема прекрасно делают свое дело. И если на чистоту, то намного лучше будет использовать крем, который не выходит из банки из-под спрея. Потому что многие из них используют пропан. Поэтому намного лучше использовать немного, но зато качественного крема, чем много плохого. И, конечно, нет нужды держать крем на лице долго. Он просто высохнет. Одной минуты вполне достаточно, чтобы смягчить волосы. Еще одна причина, почему этот миф фейковый, связан с жжением кожи после бритья. Это происходит не только из-за крема, также из-за лезвия и геля после бритья. Чтобы избавиться от жжения, надо иметь привычку. Это система, которой вы следуете и развиваете для себя, чтобы у вас было идеальное гладкое лицо. Так что, да, безопасное лезвие всегда лучше, чем картридж. Понятное дело, что у каждого есть свои любимые лезвия. Поэтому каждому надо подбирать свою рутину и выбирать продукты, которыми следует пользоваться. Следующий миф. Надо пользоваться продуктами косметики, сделанными специально для мужчин. Да, я понимаю, что мужчины и женщины различаются. Некоторые дезодоранты сделаны специально под PH женщин. Но реальность говорит о том, что все продукты в принципе одинаковы. Как бы различается в основном это ароматизатор. Но ребята, если вы нашли что-то на женской полке и вам нравится этот продукт, можете спокойно пользоваться, ничего страшного в этом нет. Что посмотреть далее? Как насчет идеального утра? Ну хорошо, может не самое идеальное, но во всяком случае мое утро не такое уж и плохое. Ссылка в описании.